Добрый день, уважаемые любители шахматцов и мастер-фиды, мастер спорта Украины. В этом 23-м интерактивном уроке на основании моей тренировки с Игорем Самунинковым мы поговорим про тему чувства момента. Также мы рассмотрим решение задач на предыдущую тему. Объективность партии. Что такое чувство момента? Это значит, что мы должны именно сейчас либо выиграть партию, если мы не сделаем лучший ход, будет ничья, либо же мы должны сделать защитный ход, если он сделан защитный ход, то проигрываем партию. Надо отметить, что на основании трех подтем из предыдущего видео и тем из данного видео надо сделать вывод. Все в шахматах строится на счете. Счет это крайне энергозатратная для шахматиста вещь. Я должен показать вам пример из моей практики. В 2016 году, в начале года, я выполнил фидемастера. Я вам просто перечислю турниры, в которых я принял участие в 2016 году. Чемпионат Николаевской области. Турнир, в котором я оформил фидемастера. Он проходил с конца января до начала февраля. Далее сразу же турнир с нормой международного мастера. Февральский в конце февраля. Затем мемориал Шелеста в конце марта. Турнир с нормой международного мастера. Конец апреля. Турнир клубный чемпионат Украины. Конец мая, начало июня. Затем Лукачевское лето. Конец июня, начало июля. И вот это следующий турнир, о котором мы поговорим. Турнир с нормой мастера спорта Украины. В котором можно сказать по результатам, что выступил нормально. Две победы и остальные ничьи. Но надо отметить, что учитывая то, что два тура в день, учитывая лето, юг, плюс 40 градусов, то это было окончательное издевательство над моим организмом. И в принципе после этого я больше так часто в шахматы не играл. Один турнир в месяц это то, что должны делать только профессионалы. И рассмотрим три партии из этого турнира, которые были сыграны фактически подряд 25, 26, 28 июля 2016 года. И везде я не выиграл абсолютно выигранной позиции. Не смог воспользоваться своими моментами. Партия против фидемастера Сергея Бондарчука. Момент у меня был на протяжении всего одного хода. Здесь белые сыграли. Водя ЕБ1. И в принципе момент очень простой. Водя Б8 я сыграл в партию. Ну вот, Водя А6 выигрывал пешку за счет слабости. С ленией горизонтали. Такой ход оказался для меня очень сложным. Несмотря на то, что у меня оставалось полчаса времени. В следующей партии я играл против Евгения Тараненко. Который на момент турнира был кандидатом в мастера. Тем, через какое-то время он выполнил мастера спорта Украины. Возникло такое окончание. Я сыграл Ж3. Король Ф6. Водя Е5. И согласились на ничью. Потому что после разменов получается ничейное пешечное окончание. Вместо этого у меня был выигрыш. И я не задумался даже об этом во время партии. Но черные фактически сейчас находятся в Цук Цуанге. И мне нужно было, имея на часах, более полчаса времени, подумать о том, что можно поставить соперник в Цук Цуанг. Вводом вводя Е1. И если черные убирают короля. То теперь можно сыграть король Ж3. И на король Ф5, король Х4. После чего Ж3. И затем я меняюсь на Е5. Забираю пешку на Х5 и выигрываю партию. А если черный играет Х4, Ж3, Х3. То пешка на Ж4 ослабилась. Делаем еще один ожидательный ход. Затем мы играем король Е3. Идея на король Ф5 сыграть вводя Ф2. Затем ударить на Е5. И пешка теряется. Либо вводя Б8. Но тогда мы меняемся. И играем король Ф4. Опять-таки пешка Ж4. И пешка А6 теряется. И я легко побеждаю. Ну и партия, которая меня окончательно морально добила. Партия против в тот момент кандидата Мастера. Ну а после данного турнира Мастера Спорта Украины. И также Владислав Бахманский. Затем очень скоро стал после этого турнира международным мастером. И также принимал участие в финале чемпионата Украины среди взрослых. В общем, я полностью переграв своего соперника. И после партии мой соперник сразу же показал, что я легко выигрывал. У меня опять-таки было около получаса времени. Но форсовым Ж6 я даже не рассматривал. А это типовая разрушающая позицию комбинация. Например, вводя Ц1, король Ж2, ФЕ. И здесь следует еще один разрушающий позицию ход. Ф5, ЕФ и ладья Ф5. После чего во всех вариантах я побеждаю. Например, если принять ладью, то будет шаг на А6, шаг на Ж7. В конце мат на Б7. Если играть король Ж7, то ладья Аш5. Нет адекватной защиты от ладья Аш7. Потом ферзь вторгается. Ну, примерно такой вариант. И ставлю мат. Ну, а если черные пытаются убежать королем, то я даю шаг. Например, вводя Ф8. Хотя вводя А6, я уверен, тоже легко выигрывает. В общем, каждая из этих партий. Я не смог воспользоваться моментом. И, в принципе, после этого я долго не играл. Такие серии турниров больше в моей карьере не было. Каждый месяц играть по турниру, начиная с января, заканчивая серединой лета. Но это все, конечно же, индивидуально. У некоторых шахматистов более сильный организм. Поэтому общий вывод следующий. Вы должны пользоваться моментами. И физическое развитие, и здоровый образ жизни, конечно, вам в этом поможет. Также, конечно, вам при этом нужны шахматные навыки, такие как выдержка, счет вариантов и так далее. Если вам понравится данное видео, можете ставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий и оформить спонсорство на канал. За время тренировок с января 2020 по май 2023 года рейтинг Игоря Самунинкова вырос с лоу 2121, до уровня международного гроссмейстера 2501. Игорь выполнил звание международного мастера, и одну норму международного гроссмейстера. Дисклеймер. Главным тренером Игоря является международный гроссмейстер Владимир Баклан. Поэтому нет прямой связи между игровым прогрессом, и изучением данной тренировки. Также Игорь много занимался самостоятельно, решал задачи, играл тренировочные партии, и так далее. Тренировка номер 23. Чувство момента. Даты тренировок. 20 и 22 апреля 2020 года. Краткие теоретические сведения. Принцип номер 4. Развивайте чувство момента. Человек, в отличие от компьютера, не может найти всю тактику. Критический момент. Позиция, в которой разница между лучшим, и вторым по силе ходом составляет как минимум полочка. Типичные ситуации. Первое. Момент является очевидным, и требует несложного счета вариантов. Второе. Момент не является очевидным, но позиция соперника является подозрительной. Плохая позиция короля. Висячие фигуры, слабости и так далее. Третье. Момент, который можно использовать только благодаря глубокому счету вариантов. Четвертое. Момент, который заметен только компьютеру, однако его можно использовать за счет логичного улучшения нашей позиции. Рекомендация. В критический момент нужно отбросить все абстрактное мышление, и тратить всю энергию на счет вариантов. Ну, здесь мы чувствуем в этой позиции, что что-то не так в позиции черной. Что-то должно найтись. И оно находится. Конь 6, GFG, ну и тогда FH5, FH3. А если сыграть король H8, то какой точный ход? Тогда прищелье H3, чтобы на FH8 повыгнуть H3. Да, если FH5, то FH5, FH8 и FH3. В общем, все это случилось в парте. Ну, то есть это достаточно простая возможность. Видно, не вооруженным глазом, что что-то должно быть. Белые поигрываются, FH3, убежают. В этой позиции черной сделали, подводя AD8. И здесь ход достаточно бросается в глаза, но надо просчитать вариант. Слон Е6, если FH, тогда FH6, король H8, FH7, слон FH8, слон FH5. Ну, да. Если слон Е6 и ладья AD4, тогда сначала Е6. Е6, потом ферз FH3. Это еще ход слон B4. Не учел. А, да, слон B4, да. Есть ход ферз D4, который был сыгран в парте, но не принципиальный, потому что ты играешь ладья AD1 и просто выиграл в пешку. А ладья AD4, C5, слон F7, король F7, ладья F4, потом ладья F6, H5. Да, слон B4, во-первых, можно слон C4. Это качество, и атака продолжается. Лада рассматривает, в первую очередь, самые активные хода. Флона F7. Флона F7, король F7. В 34, D5 последует. Поэтому какой самый активный ход у нас у королей? 6. Е6, король F8. И ключевой ход. 7. Е7. В 1, D6. И надо ферз F4. И ферз F4 угрожает мат. В 8, да. Поэтому черный так не сыгран в парте. Это самое принципиальное, несмотря на то, что это проигранное. Ну, кстати, тут есть еще один защитный ход. В 1, D2. Защитились от мат. Белые просто играют здесь, в 1, D4. Опять-таки, это движок. Ключи у автора делают такие неестественные хода. Тут нужно ферз F6 сыграть и так далее. На самом деле, тут много ходов, поскольку B4 выиграл. Он взял просто и написал первую линию. Что мне не нравится, как Эдуарда. Берет и, дескак, линии просто, когда дело ведется о счете вариантов. Переписывает просто с движка, который неощринен для человека. Такая позиция возникла после 33-го хода. Ну, и мы видим, что у черных здесь по материалу проблемы. Слон на C3 очень активный. А кой на D3 очень шаткий. Пешка может на C4 вполне потеряться. Поэтому надо бороться за равенство. И черные в партии не смогли найти идею. Они сыграли в ферзе F7. Белые сыграли H3. Позиция стабилизировалась. И в долгой партии белые победили. В этой позиции очевидно, что надо искать какую-то защитную возможность динамическую. Потому что мы получим хуже. Пытайся ее найти. Ну, идея правильная. Вместо хода конь C1 что можно сделать? Действительно, черные тоже сыграли от ладья E5. Но что делает кой на C1? Можно ли ту же идею сделать с этой же фигурой на более лучшей позиции? Конь F4. Согласен? Да. Вот такая вот забавная идея. Белые действительно единственная защита от ладья E5. И тоже тут надо поверить, что у тебя есть следующий сильный ход. После чего ты создаешь угрозу. У тебя два даже таких хода есть. Возможно, какой-то ход. Ферзь F6. Есть Ферзь F6 и Ферзь G6. И тут уже мы понимаем, что у нас появилась контраграмма. Мы угрожаем конь E2, мы угрожаем конь H3. И лучшее, что есть у белых, это сыграть H4. Ферзь H4, ладья E8. Ну, как форсируем ничью. Конь H3 и ЖАХ Ферзь G3. И на ЖАХ действительно. Ферзь G3 и ладья E8 мы вообще выигрываем. Поэтому белые должны сыграть. Конь H2 на F4 возвращаемся. Потому что конь F2, ферзь H4 не надо сливать. Заход на ничью. Это динамическое равновесие. Поэтому, ну, все это инициативные хода. Давайте посмотрим. Шаг, это нападение. Ферзь F6 тоже нападение. Да, конь Нижалов. И мы не отдаем инициативу. И за счет того, что мы статически стоим проигранно. У нас пешка на F4 рано или поздно теряется. Из-за того, что мы находим динамику, мы делаем ничь. Тоже, тоже. Ферзь H4 динамический ход. Террия динамических ходов. И это называется динамическим равновесием. Черные сыграли нединамично. И все, позиция статически стабилизировалась. И рано или поздно пешка теряется. На F4. О, это очень долгий период времени. Видишь, еще H5, вторая слабость создалась. Пешка потерялась, но в результате выиграли. И вы сыграли конь G5, H6. Ферзь H5. Возможный ход. То есть тут был как раз тот случай, когда есть несколько сильных атакующих ходов. Был создан конь Ферзь H5 и D4. Вот это вот критическая позиция. Нужно найти идею. У белых есть сильная идея, есть более слабая идея. Партии, конечно же, будут сделать так себе ход. Ну, право 6, и 6, но там F5 будет. Там F5. Как раз это то, о чем мы говорим. Возможный ход, но после F5, водя Е1, АЖ, АЖ, водя Е6, Ж6, водя Ж6. Начинается хаос. Мол, мы понимаем, в чем проблема этого хаоса. То, что после хода Е6, Ф5, белые не могут использовать диагональ, А2, Ж8. Слон с тем, корр, ОЖ8, и там уже Е6. Это хорошая идея, только надо другой ход сделать, прежде чем играть Е6. То есть, когда слон стоит на Д3, нет хода Слон С4. Поэтому какой мы делаем ход, чтобы улучшить слона? На каком поле он стоит лучше всего? После хода Е6. Ну, начальная позиция. После хода Е6 на А2. Е6 на А2, поэтому. Слон Б1. Слон Б1. Надо играть корр, Ж8. А другого нет. Пешка под боем. Тут мы уже играем Е6. Ну, то есть, это очень сложный метод сравнения. Рассмотрим F5. И понимаем, что слон А2 мартира заканчивается. Да. Если сыграть водя Е6, то после этого следует конь Е6, и мы остались с лишним качеством. Что еще есть у черных? ФЕ есть ход. Ну, на это что последует? Эдуард, я не знаю, видел это или нет, но он говорит, что ему именно ход ФЕ не понравился и не увидел как. Отбросил он всю идею, связанную с Е6, именно из-за хода ФЕ, и он не нашел победу. Там и есть. ФЕ 6. ФЕ 6 взяли. ФЕ 7. ФЕ 7. ФО 6. ФО 6. Все заканчивается. Ну да, короче, Ф6, ФЖ. ФЕ 7. ФЕ 7. Они чаще всего используются в какой-то ситуации, как тренировка или что, потому что очень часто в практической парте такое не находится. Да. Или ты очень сильный игрок, что такое находишь, либо, может быть, тебе повезло, либо это не находится. Вот такая вот, нестандартная. И черная сделали самый напрашивающийся человеческий ход С3. Это ведет к ничьям. Белые играют Е5, С2, Е6, ФЕ 5, Король же 2, С1. Ферзь, но и белые бьют и дают вечный шанс. Согласились, поэтому она нечего. Поэтому мы уже знаем, что это ничего не дает. Давай поймем, как надо было ловить шанс. Когда ты решаешь такие задачи на ческоме, тебе легче. Когда у тебя там рейтинг 3200, 3500 задач. Вот подобная задача, ты знаешь, мне это там исключение, что что-то находится. Конь Д7, Ферзь Д7, С3, и дальше Ферзь С7 под Ферзь Ф4. Да, в Ф6 есть, где кинуть в пешку дать вечный шаг. Ну да, ты будешь вверзь на 5 лет. Тогда, может быть, я начну с Конь Д7, Ферзь Д7, Ферзь Ф4. После Ц3. По-моему, где-то будут вечные шаги. Я точно не знаю, но очень похоже. Что рассматривает другой ход. То есть, у тебя есть шаги, да? Ферзь Ж1 и Ферзь С7. Какой из этих шагов ведет прогресс? Шаг Ф1. Дается дать Ферзь Е1, король Ж2. В чем прогресс? Нету прогресса. Поэтому. Методом исключения Ферзь Ж1. Что будет на король А3? У нас под боем пешка, поэтому что мы делаем? Как защитить еще пешку можно? Ферзь С1. Еще. Такой Е7. Простой защитный ход. Все у белых плохо, потому что, допустим, на Е5 последует Ферзь С2. Слон и король не координируются. Уже поэтому у белых не могут играть король. Аж 3 им надо сыграть Слон Ж2. Как надо добиться прогресса? Что если мы дадим шаг Ферзь Е3, то Слон Ф3 это то, что было только что. Ферзь Е1? Ферзь Е1. А и сейчас самое интересное, потому что тут у белых есть два варианта. Понять это в практической партии, что каждый из них проигрывать тоже невозможно. Первый вариант. Белые играют король Ф3. Теперь Ферзь С3. Ферзь С3, король Е2 и очередной неожиданный ход. Так, я думала, типа Ферзь Д3 с идеей... Ну, Ферзь Д3 ты прогресса не добиваешься. Я типа хочу Ферзь Д3, как ты король Е2, Ферзь Д2 и как ты вот ламена не пешкаешь. Ну, ты хочешь, наверное, Ферзь Б2 хочешь сыграть. Ну, давай рассмотрим идею Ферзь Б2. Она сразу, скажем, никуда не приводит. Белый сыграет король Ф1, ты играешь Ферзь С1, король Ф2. Вроде бы все хорошо, но черные играют С3 и кажется, что побеждают и белый находится равно в контро-группе. Именно Е5 и Е6. Очень похоже на партию. Белый темп в темп успевает. Поэтому здесь место хода Ферзь Б2 нужно отметить, что следует очень сильный ход. Давай рассмотрим эту позицию. То есть проблема. У нас нет хода Конь Е6. Конь Е6 ДАЕ. Исходя из этого, черные находят замечательную идею. Чтобы сделать то же самое, только ход Конь Е6 в той позиции мог бы быть возможным. Чтобы это было возможно, пешка должна стоять на Д6. Мы провоцируем ход Д6. Неожиданно. Просто помогаем сопернику двинуть пешку вперед. Какой мы делаем ход. Перси не знаем. Ферзь Ф6. Фантастика. Даже если дать этот пример с этой позиции, то эту идею мало кто найдет. Ферзь Ф6 с дальнейшим Ферзь Б2. По-другому это не работает. То есть Ферзь Б2, когда оно дает, оно потом понимает, что это повторение ходов, и оно находит идею Ферзь Ф6. И если то же самое следует, в этой позиции белые играют Д6, Ферзь Б2, и если белые играют Король Ф1 на Ферзь Ц1, играют Король Ф2, то в конце варианта после Ц3, Е5, Ферзь Ф4, Слон Ф3, Ц2 на Е6 будет конечно. Замечательно. Но надо также отметить, что белые могут Король Е2 сыграть. Что делаем на Король Е2? С3, потом Ферзь Д2. С3, белые играют Ферзь Е5, Король Х7, да, ну вот, это все правильно, и Ферзь Ф6. Тут мы должны найти новую идею. Когда Ферзь Ц2, и если на первую Король Ф1, тогда Ферзь Блазил, потом Ферзь Е2 с Шохом. А если на третью, то непонятно. И тут мы делаем на самом деле очень простую защиту. Сейчас я покажу, и ты скажешь, о, это очень просто. Только издалека это сложно увидеть. Ферзь Д2, Король идет сюда, мы просто делаем вот Король Ж8. И все, Ц21 Ферзь, и мы остановили на движение. Черное выиграло, но это еще не весь вариант. Это мы рассмотрели только один ход, Король Ф3. Теперь мы должны рассмотреть Король Х2. Что мы делаем на Король Х2? Шах, Ферзь Х4. Ферзь Х4. И снова есть развилка у белых. Они могут сыграть либо Слон Х3, либо Король Ж1. Давай начнем схода. Король Ж1 хуже. Я думаю, просто Ферзь Х4 можно забрать. Нау Контрград начнется. Делаем наш любимый ход, который защищает нас от всего. Конь Х7. Здесь ничего страшного нет. Мы справляемся с пешками, с шахами. Выигрываем. Поэтому белым остается сделать ход Слон Х3. Мы, естественно, чтобы улучшить позицию, играем Ферзь Ф2, Слон Ж2. Теперь давай сравним это с начальной позицией. Что изменилось? Было так, стало так. Вроде бы особо это не повлияло. Но мы добиваемся прогресса. Такой делаем ход. Ферзь Ф4 от у нас нет. Ф4 действительно. Он не может на первую идти, потому что Стридь С2 закончится. Первый играет Король Х3. Мы играем Ферзь Ф3, Король Х2. И теперь смотри, большое изменение, сколько мы шахом сделали. Вот такая начальная позиция. Сейчас роль Слона надвинулись на одну клетку. Это колоссальное изменение в позиции. Мы играем С3. Добились прогресса по сравнению с партией. То есть, в чем проблема была в партии С3? Е5, С2, Е6. Ничья. А сейчас мы уже играем С3. Белые играют Е5, играем С2. Ну, если играем С2, то Е6. Коняш 7 тоже сейчас нам не помогает. Тоже Е6. Но, тем не менее, находится фон, который ведет к победе, который не был возможен в подобной ситуации, когда король встает. Ж3, сход встает на Д3. Какой это ход? Прямо в этой позиции этот ход не очень сильно находится. Ну, какой-то конь Д7 особо. Конь Д7, правильно. Белые играют Т6. Ну, Е6 уже невозможно. Мы играем король Ж6, ферзь Д7, ферзь Е5, король Х3, С2. Партия продолжается. Какой белый делает сильный защитный? Единственный ход. Вроде бы все. Уже нельзя защитить пешку, но ход находится. Ферзь Е7. Правильно, ферзь Е7. Представляешь, Д7 остается в партии. Черный играет ферзь С3, король Ж2. Фал Е4. Какой мы делаем ход? Ферзь Д2. Ферзь Д2, король Х3. Снова угрожает. Поэтому мы даем шаг, король сюда, и мы не можем добиться прогресса без жертвы ферзя. Поэтому надо играть так, взяли, и у черных большие шансы на выгрыж данном ферзе. Потому что пешка Д5, хоть и король Х2 намного сильнее, чем король Ф3. тоже здесь был ключевой момент, что надо вместо хода Ферзь Б2 сократить ферзь Ф6 и потом дать Ахе. И в этой линии было все очень сложное. Оно держалось все на такой замечательной возможности, как КНь Д7. Но ты видишь, что движок опять-таки Ферзь Ф4. Но это повторение ходов. Единственный выигрыш КНь Д7. Так что очень часто такое бывает в партиях практически, что находится всего лишь одно решение. Сильнейшая сторона, если находит это решение, то она выигрывает. Сильнейшая сторона, если находит защиту, то делает сильнейшие хода, и сильнейшая сторона не делает хоть один правильный ход, то все заканчивается. Ничьей. И не надо расстраиваться в таких творчих, потому что это такие возможности, которые могут быть упущены. Примерно в такой позиции. Позиция «Ой, я не сыграл Ферджа-1, Ферджа-1 выигрывала партию, сделал ход, ничья, у меня был выиграл». И так нельзя поступать. Надо понимать, что в некоторых случаях это неподъемно. Все равно этот пример тоже говорит, что даже хоть это неподъемно, но черные не попытались это сделать. Они сыграли С3 сразу же, и это очевидно, что ввело к ничьей. В таких случаях ты видишь, что в эту позицию ты черным проиграть никак не можешь, если ты ничего не поставишь. Можешь всегда личный шаг. Ну, надо проверить соперника, поэтому надо было сыграть Ферджа-1 и сыграть Ферси-1. То есть это единственный способ, как с помощью шагов черные могут добиться прогресса, а потом, может быть, что-то получится. Если не получится, ну, хотя бы ты попробовал, потому что нельзя вот делать то, что сделали черные. Они сыграли С3, они даже не попробовали играть на побегу. Позиция где есть такая возможность. Решение задач на тему объективность при принятии решений. Дисклеймер. Пятисекундный таймер является условностью. Если хотите попробовать решить задачу, поставьте видео на паузу. Ход белых. У них есть выбор между ходами. Ладья А5 или Король А5. Можно сделать лучше. Ну, ты знаешь, что, когда ты разыгрываешь Эншпиль, это что, 99% тактик. Поэтому надо просчитывать. До этого надо понимать, что хочет соперник. Ладья может выйти после хода Король А5? Нет. В Эншпиле все фигуры стояли активно. Слона пересет на диагональ Ф1 А6. Правильно. Поэтому если сыграть Король А5 Слон Ж4 Слон А3 без разницы. И дальше Слон А6 выжертву. Можно коня пожертвовать, можно слона пожертвовать. Разницы нет. Получается ничья. И белые не могут уже перестроиться. Поэтому белым надо начинать с хода в А5. И после хода в А5 у них есть шансы на победу. Ну, конечно, тут ничья все равно. Если черные правильно защищаются. Но мы говорили про то, что есть большая разница между равная позиция, где ты можешь играть на победу, давить соперника и прямой ничьей. Знаешь ли ты оценки этих позиций? Вот эта позиция. Да, это ничья. Это ничья. Потом твоя партия. Тут уже проигран. Если вот так король и ладья будут стоять, это уже проигран. Это позиция. Это ничья. Ничья. Правильно. Обрати внимание слон. То есть с той позиции слон чернопольный. Конечно когда слон не угла поля превращения это позиция. Тоже ради ничья. Это ничья. Это позиция Далериона называется. Это. Спешка на шпять ничья. Это зависит от короля. Ты не прав. Если король стоит на ф8, то это ничья. А, а то король на ф8 стоит. На h8. Тут проигран. Это позиция. Если ход черных, что они делают? Если ход черных, то они играют в король ж8. Гороль ж8 и король f8. И вот это самая интересная позиция. Это выигрыш. Какой наш план? Первый этап нашего плана мы вот так расставляемся. А потом второй сложный этап. Нам надо королем сюда побежать, пока водя стоит на g5. Это сложно, но можно. сделать. Так, ход черных. Ну же три грозит сейчас. Партия черной сыграли водя g4, гроз белые сыграли g3. Позиция стабилизировалась, получилась ничья. Ну кстати не такая уж и простая ничья. Поймем почему. Потому что вроде бы после вода g4 g3 и ферзь f3 это опасно. Угрожают ферзь d1 и угрожают хотя бьет g3. Ну как белые делают ничуть. Так что можно сказать что это задача на два момента потому что вариант тоже может показаться перспективно. Но они работают. А водя d5 там никак не удержатся? Это большой вопрос. Может быть и удержишься. Тут очень маловероятно что крепость потому же пешка на а3. Если убрать пешку на b4 поставить на b2 то тоже мне кажется что это не очень похоже на крепость. Я понимаю твою идею ты хочешь ферзя поменять на ладью но это очень опасно. слон e2 Правильно слон e2 ферзь e2 и f5 надо черным как водя g6 потому что водя под боем но белые что делают это вечно шаг действительно потому что если король на g8 уйдет е6 ошибка но есть это вечно шаг ну или водя потеряется на g7 с шагом к сожалению для черных они свой момент упустили не увидели защиту от белых g3 и 2 кей у тебя одна кандидата конь g4 конь f3 в одежде g5 конь g4 что ты тут насчитал конь g4 он ходит ферзь f4 e3 f3 проблема в том что ты закончил вариант когда ты изучал тему счет вариантов ты знаешь какая основная ошибка две основных ошибки первая ошибка вариант заканчивается в активной позиции позиция где есть еще активные возможности у одного из соперников это первая проблема которая бывает в расчете вариантов вторая люди забывают оценить позицию в данном случае первая часть конь g4 ферзь f4 e3 f3 e2 еще есть ход e2 еще какой есть ход у него 2 есть есть конь f2 надо эти хода дальше просчитывать после e2 еще нету поэтому надо рассчитывать конь f2 чтобы конь f2 убить ферзь f4 обязаны ну да а как еще король f1 конь f4 ладья e1 ладья e7 e2 да то есть вот этот вариант надо увидеть если черное видят они выиграют как видишь опять-таки не видят этот вариант жоп конечно как обычно прикалывается повторяет хода ну и ладья e1 тоже e2 именно e2 потому что ладья e7 будет слон e2 вот такие моменты это называется надо не путать критические позиции с критическим моментом партии критический момент это тот момент партии в котором возможно изменения ну ты делаешь всего один ход ведет к правильному результату либо допустим ты делаешь этот ход вот это ведет к победе твоей либо вторая линия это уже нечая иногда даже поражение это критические моменты иногда критических моментов партии вообще ни разу за партию не возникает понимаешь а иногда возникает несколько таких моментов нужно сделать единственный ход вот это вот это вот называется чувство момент так поделиться с разноцветными слонами черных нет пешки значит мы боремся за рак еще у нас структура самолитина поэтому как этого достичь ладья бусин 4 а6 ну шлон ударит на а6 ты ударишь на b2 как это оценивает наверное у тебя большие проблемы все равно остаются потому что мы знаем о опять окончание кстати знаешь что окончание ладья и слон против ладья и слона разноцветными слонами оно очень опасно если снять все ладья то это ничья в подобной позиции это первое самое важное что если ты видишь разноцветных слонов план менять все оставшиеся фигуры чтобы увеличить ничейные возможности позиции и второе есть ладейное окончание которое тоже очень большой запас прочности при защите поэтому всегда вот в подобных позициях когда у тебя чуть хуже ты должен стремиться к переходу к одному из этих двух типов окончаний если я пойду а6 может не бить просто на 3 ну естественно я согласен с этим поэтому ладья бы 8 как не знаю единственное ладья бы 8 хорошо мы там методом исключения нашли как единственное а4 что тут уже делаем тут еще второй вариант это можно пойти ладья бы 6 с идеей а6 ну черный сад белый сад б3 идет на d3 они стабилизировались очень долгая борьба за ничью у нас сомба 2 еще ход правильно поэтому надо использовать возможность перехода в окончании то есть в защите это очень важно чувствовать какой тип окончания ты должен стремиться ну и сейчас оно покажет наверное я не знаю какую оценку покажет но я даже удивлен что настолько мало у белых если честно все таки пешка лишняя и у нас пешка на а7 ну видишь дальше ладью поставим на а4 и черные должны удержаться вот опять-таки этой возможности черные не воспользовались сделали другой ход и е5 сыграли в партии и все компенсации за пешку нет и белые постепенно реализованы позиция с разносторонними арокировками ну это чуть проще чем предыдущие примеры потому что только что мы о каких-то окончаниях говорили сложных добыла тонкость тут решает чистый счет ход белых слона 6 жил хип 5 правильно то есть мы разбиваем прикрытие короля дальше мы даем шаг шаг даже когда ты досчитал до этой позиции ты должен понять что у тебя уже очень перспективно тут уже у тебя есть выбор между ходами какой лучше слон д3 слон д3 так было сыграно белые выиграли конечно водя е1 кстати еще возможно рассмотреть аж 4 но как видишь это медленно и вообще вот когда ты идешь на такие варианты должен понимать всегда что есть в случае чего всегда ничего подобная позиция у белых есть ну вот во первых это командный турнир командных турниров в аэра специфика у каждого какая-то доска может проигрывать там и надо обязательно отыгрываться и ты не можешь играть по-другому поэтому в этой позиции белые могут конечно сыграть король ф2 после чего будет ничьявечным шагом кто последовал белые сыграли ф4 ферзь c3 король ф2 ферзь d2 король g3 ферзь c3 согласились на ничью эра давай поймем что пошло не так во первых белые король ф2 могут сделать ничью король ф2 ферзь b2 и так ну белые играют f4 и нам надо понять в чем разница ну черные не обязаны это подсказка что черные не обязаны делать ничью как они могли выиграть ну есть просто шаг ферзь f1 и на ферзь b2 ферзь b4 ну это непонятно даже если ты пешку d5 выиграешь возможно что-то и не выиграешь партию и то белые могут играть ферзь f3 и не совсем понятно как усиливать позицию еще какие хода есть будет же 5 выходит и аж ты его считал уже 5 считай потому что это принципиальное продолжение ты хочешь поставить мат давай поймем как белые будут играть на этот ход ферзь b2 или сразу или потом ну давай поймем разницу если сразу пойти ферзь f2 что будет ферзь c3 единственная защита это ферзь f3 потому что король g4 слон d1 и король h3 мат на h4 король g4 слон d1 а на ферзь f2 улетит gf и теряется ферзь поэтому белые в этой позиции если они хотят играть ферзь f2 то им надо сначала побить ну давай сначала рассмотрим ферзь d8 король g7 ферзь d6 потому что это тоже логичная защита следует ферзь e3 король g4 слон d1 король f5 слон d2 король g4 f5 король g6 слон d1 или ферзь b2 так что это тоже отпадает остается последний шанс до белых удар удар и ферзь даже если черные этого не видели что тут они выигрывают они должны были бы хотя бы сюда пойти как минимум в этой позиции они могут сыграть ферзь b4 и вообще как минимум они просто могут дать ферзь и шаг поэтому надо воспользоваться этим моментом но тут также находится выигрыш ферзь c3 ферзь f3 ферзь e1 ферзь e2 ферзь e5 куда ходить королем король g4 под сун d1 король g3 тоже потом король h3 поэтому остается король h3 что тут происходит f5 ну а f5 это не самый динамичный ход ты создал угрозу но надо что в первую очередь рассматривать шайхин шайхин а ферзь 3 а вот и g4 и еще какой у тебя есть шаг f8 вот так вот замечательно ну конечно же когда черные начинают этот вариант схода g5 они этот ход не могут увидеть но когда они доходят до этой позиции то это намного проще fh8 если сыграть король g4 то слон d1 если сыграть король g3 мы играем ферзь h4 король f3 и ферзь f4 король g2 ферзь c4 ой ферзь c4 до конца мат то есть делаем выложу здесь черные даже не попытались воспользоваться своей возможностью поэтому они не добились успеха белые наоборот слишком переоценили твою идею если по черных тут тоже чувство момента нужно именно этот момент воспользовать именно сделать несколько точных ходов потому что дальше уже не будет этого момента кстати в партии черные это сделали вот такая вот позиция ну что какие-то идеи возникает ферзь c4 b1 b3 считаю правильно очень быстро ухватил эту идею ну наверное это методом исключения ну как бы другого нет слона если отойдет мы отдаем сопернику инициативу b3 так какие у белых есть возможности а b а с а b это что делаешь а он делал 8 король c1 ферзь c3 как же d4 лучше а да d4 еще лучше знаю что такое kill zone kill zone это зона в которой король должен быть уничтожен если он покинет вот эту вот зону он мат не получит мы не должны выпускать он у d1 следует такой ход с белых играют c3 мы уже бьем и хорошо он покинул эту зону вскрылась линия мы выставим мат если содрать место b ef то последует король n2 а может есть ферзь c3 ферзь c3 это нападение нет защиты от ладья а8 нет шахов все заканчивается и последнее что белые могут сделать они могут содрать cb но тут все очевидно слабит так что благодаря этой паре ходов черные выигрывают если вот как раз в этом критическом моменте они не сделают хода как видишь все ничья по засвану e4 автор пишет что он чувствовал что он всю партию каждым ходом теряет перевес и вот сейчас он уже понимает что если он не сделает ничью то он может и проиграть белыми сделал ничью особо не задумываясь король все вроде бы проигрывают потому что я пойду сла 6 я держу 8 он не в 5 на ферзь c3 на ферзь c6 сла d6 результат для более сильное решение которое заканчивает партию сразу же ферзь c6 Чёрный. Под атакой надо сделать единственный ход. Тоже использовать метод исключения. Слон f6? Продеваю слоны f6. А что это тебе дается? Если я сыграю, ну заберу коня и потом сыграю ферс h5. Потом ферс h5 сыграю, скрытый удар. То же самое касается хода коней f6. Тоже ударил и сыграю ферс h5. В чёрном парке, кстати, это наш. Это концентрирует, когда ты понимаешь, что всё, одна ошибка и ты проиграл. Чисто психологически. Мотивация делается. Играть максимально точно. Нам надо только активно их хода смотреть. Что у тебя появляется за ход кандидата? Тёра. Выглядит абсолютно невероятно. Что, ну чтобы я не потеряю конь с 7 ещё, ну смотрите. Ну, конь с 7, это тебе помогло, ферс h5. О, другие не помогают никому, да, ферс h5. О, конь в центре доски. Нормально. Контролируют лоли e3, например, и так далее. Шах есть? Не вижу шах. Взятие. Взятие. Он бьёт на 3 бессмысленно. Значит, надо искать нападение. Нападения могут показаться бессмысленными, но всё равно надо просчитывать. Потому что это борьба за инициативу. Конь D4? Конь D4. Правильно. Если ты включишь движок, ты увидишь, что всё, это единственный ход, который чёрная более-менее остается в партии. Не хуже, но все остальные хода всё проигрывают. Почему мы этот ход нахлопнул? Это исключение. И понимаем, что динамика. И сейчас уже очень хороший вопрос для белых. Чем ударить на D4? Не сделали человеческий ход. Слон будет D4. Почему это человеческий ход? Всё так же давим слоном по этой диаконалии. Но после вводя C4 позиция становится неожиданно неясной. Почему? Потому что слон на H7 застрял. Потому что отступать ферзём на H3 на H5 нельзя из-за хода кони F4. Что делать? Тут за белых не так легко лучший ход найти. Мы хотим сыграть конь E5, но конь E5 войдя D4. Тут как раз белые делают скрытое нападение. D4? Ну, вводя E4 тоже не подходит. Вводя D1. Партия этот ход не был сделан. Вводя E4, как видишь, тоже. Возможно, вводя E4, конь F6. Поэтому вводя D1 сильнее. Чёрные успевают защититься от хода кони E5. Они играют ферзь C8. Конечно, мы говорили, что когда атака, надо в первую очередь рассматривать хода с разменом ферзей. Ферзь C8. Белые продолжают свою идею. Конь E5. Взяли, взяли. Сейчас надо подбить итог. У белых перевес, конечно, остался. Но вот оппозиция играет на чёрных. Эншпринк. Вводя D7 отступили. Опять-таки продолжать динамику. Видимо, весь перевес белых заключается в ходе свода E4. С идеей свода E5. И забрать пешку. Это как-то очень мало. Учитывая то, какая у них только что была атака. Белым надо было рассматривать в этой позиции ход. Конь бьёт D4. Как чёрные реагируют на этот ход? Единственный ход. Ну теперь же можно ходить Конь F6, потому что Конь F6 не будет. Конь F6, да. В этом и смысл был. Наша идея. Перекрытие совершили. Конь F6. Конь бьём продолжить атаку. Потому что Конь F7. Очень неприятная идея. Вадя E3. Топ. Вадя E5, да. Вадя E5. Тоже он указывает. Тоже эту тактику ты попробуй убить. Ферзь G5 и конечную позицию. Попробуй оценить. Даже E4 ударит Ферзь G7. Всё равно всё очень сложно. Когда ты первый, но у Ферзь G5. Идея какая. Мы хотим убрать слона. Дать шаг. И по вертикали аж поставить мат. И тут тоже. У чёрных огромный выбор ходлов. Лучший ход вадя C4. Слон F5. И чёрные хотят сыграть слон C5. Чтобы противостояние между ферзями выкарывало. Во-вторых, это нападение на коня D4. Белые играют вадя D1. И очень важный и точный ход. Слон бьёт D4. О, это конкретика. Это размен, после которого количество материала уменьшается. Белые играют Ферзь H4. Король G8. И дальше белые играют слон D4. И может показаться, что чёрные вообще получают перевес ходом Ферзь D5. Удар на G2, на H3. Конечно, белые не хотят делать ход. Слон H3. Вместо этого, какой они делают тактический ход? Слон E4. Да, слон E4. Получается, почему нельзя слон E4 взять? Слон G7. Поэтому чёрные наносят контрудар. Войдя D4. Ну, мы играем. Войдя D4. И чёрные наносят ещё один контрудар. Херзь H5. У нас вроде бы подвисает силон и подвисает ладья. Да, но находится какой вход? Ф3. И всё. Защитивать. Ну, и тут я не согласен с автором. Потому что автор говорит, что чтобы в этой позиции выбрать между ходами конь D4 и слон D4, надо просчитать до вот той позиции после хода F3. Ну, на самом деле, ну как? Я убью. Сейчас войдя D1, почему этот ход единственный кандидат? Конь F6. Ну, в этот момент вижу, что надо просчитать до того момента. Ну, вот войдя E7 есть ход. И сперз H3. И сперз G5. Тут очень много перспективных возможностей. Время партии ты, кстати, не знаешь, это работает или это не работает. Так что, что надо сказать? Как бы ты не работал, любой шахматист не работал бы на счётом варианта, он всё равно не сможет играть как движок. Где-то он будет просчитываться. Надо просто чувствовать, где позиция перспективная. Потому что вот, допустим, в этот момент конь D4, когда ты видишь вариант с Nd4 в ADC4, понимаешь, что тут, возможно, позиция уже не очень перспективная. Когда есть Df8 и так далее, когда конь D4, понимаешь, что есть ход Kf6 и у тебя под боем слон, ну, король соперника очень слабый. Возможно, у тебя что-то здесь есть, стоит идти на позицию. Это называется интуицией. То есть шахматист не может просчитать до конца варианты. Но он идёт на этот вариант, потому что интуитивно ему кажется, что это более перспективное продолжение. Поэтому счёт вариантов и интуиция должны друг друга дополнять. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии под видео. Также, можете оформить спонсорство на канал. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!